Что была за акция? Почему она произошла? Немножко про приказ. Что это был за приказ об отмене погон? Когда вы его услышали? И почему было принято такое решение? Вот так поступить именно, срезать погоны? Об этом приказе мы узнали в конце предыдущей недели. Нам сказали, что до выходных нам необходимо привезти форму одежды к тому виду, который нам показали. То есть, фальш-погоны на преднем форме одежды, на которой раньше мы пришивали голубые погоны. То есть, сейчас уже десантников, скажем так, с голубыми погонами не осталось? Это правильно. Очень много ребят, но по фотографиям было видно, что они что-то писали еще на погонах. Что там было написано и вот почему тоже вот так писали. Чаще всего на погонах писали статисты легендарного команды. Чтобы напомнить, чьей заслугой было видение знаков различия в воздушниках войска. Кроме него, нашему мнению никто не правит снять нас с погонами. После случая с погонами, что сейчас в училище происходит? Какую резонансу делала? В училище большинство, в больном случае, конечно, поддержало активистов, которые вчера, собственно, возлагали погоны по памяти командующего удара. Широкий общественный резонанс. По моему мнению, должен что-то изменить и, возможно, что-то переменится. И, может быть, даже в Европе целом. Но сейчас начинают проводить какие-то, я не знаю, поиски этих активистов, какие-то угрозы, какие-то обыски в казармах? Что-то из-за этого происходит? Может быть, уже есть какие-то слухи о том, что грозит этим активистам? Какое решение могут? Принять. Что может грозить участникам акции? Может быть, есть какие-то слухи? Нет, настолько быстро ситуация еще не разбилась. Прошел только один день. И, скорее всего, я надеюсь, что эти люди не будут отчислены. Но это уже на усмотрение командира, как они видят эту ситуацию. Судя по тому, как сегодня ситуация обрисовала в общество, как реагируют, то все очень серьезно. Я думаю, они попытались обратить ситуацию в связи. Еще не все потеряно. Этот приказ об отмене голубых погон, он был какой-то официальный или он прошел как-то внутри, как-то очень тихо? Да, с правилом прошел внутри училища. Очень тихо. И, судя по комментариям в интернете, где-то какие-то сайты, были информации. Судя по всей этой информации, команды ВДВ, вероятно, было даже не в курсе этого перехода. Как мне кажется, их хотели поставить вот перед партнером училища. Перешло на новую формацию. Продолжение следует...